Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Доброе утро, дорогие гости. Вот сейчас я вас представлю, член правления международного акселератора социального предпринимательства Нью Дор, предприниматель и продюсер Мария Павелайта. Доброе утро. Доброе утро. Руководитель детско-родительского центра Мамонтус, правильно, автор программы «Латышский язык детям» Ольга Лезина. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, о социальном предпринимательстве мы поговорим, не то чтобы первый раз, но поводов хватает всегда об этом. И акселератор Нью Дор до 7 октября объявил, как это назвать, конкурс. Да, конкурс заявок, ну, набор заявок. Мы приглашаем авторов идей для социального предпринимательства и уже существующих социальных предпринимателей, если у них есть новая идея, заполнять анкеты на нашем сайте. Это можно сделать на латышском, русском и на английском. Любой удобный язык. Язык совершенно не влияет на то, как будет рассматриваться заявка. И до 7 октября мы принимаем эти заявки. Дальше заявки будут рассмотрены. Мы выберем около 30 проектов, которые придут на второй этап отбора. Второй этап – это собеседование с нашими экспертами. И из этих 30 во время собеседования мы выберем, ну, примерно где-то от 12 до 15 проектов, которых примем в акселератор. В этом году акселератор поддерживает British Council Latvia, Британский совет в Латвии. Они замечательно нас поддержали. И мы… у нас большие планы, у нас будет много интересных лекторов на этом курсе, поэтому мы очень… А в чем заключается поддержка? Обычно говорят «не учите жить, помогите материально» знаменитая фраза. Понимаете, Нью-Дор – мы социальный акселератор, но мы бедриба, и мы не прибыльная организация. То есть мы сами не бизнес. В нашем правлении нас трое женщин, предпринимателей, но Нью-Дор для нас не работа, это наша благотворительность. И никаких денег, скажем так, на офис, на регулярные зарплаты у нас нет. Поэтому каждый год, когда у нас получается сделать акселератор, это происходит именно потому, что мы пишем проект, как все смертные люди и организации, пишем проект в иностранные, как правило, фонды. Как правило, это не латвийские организации, налогоплательщиков не пользуемся обычно, если не предостаточно. Короче говоря, все эти годы нас поддерживали разные организации. Какая у них интересная цель поддерживать в Латвии, вроде в другой стране? Ну, вы знаете, можно как-то по бытовому ответить, а можно так более глобально посмотреть. Если смотреть глобально, ну просто есть вот эти программы, да, выделяются деньги на построение, так скажем, гражданского общества. То есть международные организации, особенно европейские, они понимают, что должна быть, так сказать, позитивная пропаганда. И хорошие начинания надо поддерживать. На это выделяются средства. Ну, это как часть культуры, как часть построения какого-то сообщества. А вы каждый год пишете заново проект, то есть вы каждый год во многом снова оказываетесь... Абсолютно так. Как-то, ну, на каком-то распутье. Да, именно так. Нью-Дор вообще образовался, начался благодаря организации, которая в обиходе, мы называем часто, Сахнут. Это Jewish Agency for Israel, да, то есть это израильская организация, которая поддерживает всякие еврейские проекты. И это начинали мы с программы обучения соцпредпринимательству, которая опробована в Израиле и в Америке. Очень эффективная, прекрасная программа. Два года они спонсировали этот проект. Они именно пригласили Диану Лапкис на то, чтобы руководить, быть директором этой программы. Но как часто бывает в международных вот таких вот организациях, которые спонсируют разные хорошие начинания, у них внутри организации проект закончился. И они буквально сказали, ну, ребята, все классно, мы вас любим, либо сами, либо закрывайтесь. Но у нас просто больше нет средств, выделенных в этом направлении. Вот. И после этого, с этого момента мы как бы собрались. И каждый раз, каждый год мы пишем, да, действительно, новый проект в ту организацию, которая открывает также такую возможность писать заявки. И претендуем наряду с другими организациями в Латвии на деньги полу. Давайте Ольгу подключим к нашему вопросу. Просто ясно, у меня главный вопрос. Мы еще так и не скажем, что такое социальное предпринимательство. Ну да, я бы хотел сказать, ну да, мы, может быть, совсем все азы тут не будем уже рассматривать, потому что это уже более-менее. Но какие-то отличия, ну, например, просто, наверное, часто путают социальное предпринимательство с неправительственными организациями, с благотворительными. А основные, скажем так, какие-то отличительные черты? Основная отличительная черта социальное предприятие или социальный бизнес – это организация, которая во главу стола ставит не получение прибыли, а решение конкретной социальной проблемы. Это, как правило, прописано в статутах, и вот это главная цель. Но при этом прибыль не осуждается. Прибыль не осуждается ни в коем случае. Больше того, ну, все, кто когда-либо занимался собственным бизнесом, понимает, что это звучит красиво для посторонних. О, прибыль, да, ты же не кладешь практически никогда эти деньги в карман, особенно, когда ты маленький предприниматель, да, малое и среднее предпринимательство. Ты эти деньги оставляешь фирме, потому что на следующий месяц у тебя может не быть доходов, и эта прибыль как раз-таки и поддержит тебя, и даст тебе эту долгосрочность. Я хотел сказать, вот у нас рядом КНАП неподалеку, где-то заплакал маленький чиновник антикоррупционного бюро. Нет, нет, я не про социальное предпринимательство в целом, а прибыль. Вот, социальное предпринимательство, на самом деле, не только вы задаете вопрос, что это такое, проблема в том, что в разных странах эти дефиниции, они разные. Но у нас, слава богу, есть закон о социальном предпринимательстве, и он, в принципе, очень четко регламентирует, что это такое, да, и вот в нашем законе написано, что это предприятие, которое прибыль не будет распределять между инвесторами, между владельцами, а будет реинвестировать обратно в решение этой конкретной социальной проблемы, которая является причиной, зачем вообще существует этот предприниматель. Ольга, вы социальный предприниматель, но так было не всегда. Ну, я скажу прямо, статус я еще не получила именно социального предпринимателя. То есть вы не официальный социальный предприниматель. Начинающий. Да, подпольный. Да, но я прошла вот этот акселератор. Ну, лингвист. Два лета. Лингвист и педагог. Да, да, два года назад, да. Вот как раз почему я попала в такую программу. Мне было необходимо научиться, каким образом свою идею, вот именно упаковать так, чтобы она работала. Потому что в нашем наборе было много хороших идей. В каком наборе? Ну, вот в том потоке, в котором я принимала участие два года назад, там были идеи и для молодежи, и для пожилых людей, и для детей со сложностями в обучении. Вот у меня была программа для латышский язык, для русскоговорящих детей. Ну, которую, собственно, вы и реализовали. Да, да, да. Вот, значит, вот для какой-то социальной группы. И вот мы все там такие со своими идеями, как сделать мир лучше, вот как мы хотим, чтобы было хорошо. И бегаем по травке, и смотрим, какие красивые облака и цветочки. А на самом деле это серьезный бизнес, потому что долго на идей ты не проживешь. И вот там как раз нас и учили, что, ребят, все классно, идей много, в мире вообще много идей. Но вот как, чтобы реализовать эту идею и довести до конца, нужно сделать то, что вы можете делать, как вы хотите. Но в конечном итоге вы либо пойдете, в минус уйдете по деньгам, либо вот все развалится, потому что, спасибо, команда не сможет существовать долго. То есть вам надо кормить и свою семью, и сотрудников, и аренду платить, и все вот это надо. Вы это посчитали? То есть программа состояла из разных модулей, не только финансового. Первый блок был вообще мотивационный. То есть вот нас учили, что, ребят, вот все хорошо, но вот надо бизнес мышления у себя формировать. Я за этим, собственно говоря, и шла. Потому что я педагог, я лингвист, то есть я от этого бизнеса всего далека, я вот этих умных слов всех не знаю. Но при этом вы пошли не на традиционный бизнес, а все-таки на социальный. То есть для бизнес-навыков вы могли, не знаю. Вот стали ли вы акулой капитализма в результате? Ну, если заниматься бизнесом, как вот своей работой, могло бы быть так. Но, в принципе, мне просто очень нравится учить детей и людей. Вот, поэтому я занимаюсь вот своей непосредственной работой. Но при этом проекты выжили и уже практически реализованы. То есть у меня, например, подписан договор со Звайгзна, и будет пособие сдаваться. Оно уже сейчас вот верстается, еще, наверное, месяц какой будет шлифоваться. И выйдет, оно пойдет в детские сады, наверное, в школы. И, ну, родители смогут купить что-то для своих детей. Пригодятся ли эти знания, теперь полученные для следующих проектов? И можно ли участвовать, кстати, повторно? Если бы человек победил, ну, выиграл конкурс, то может ли он на следующий год подавать? Скажем так, мы не закрываем эту дверь. У нас есть бывшие наши участники, которые хотят прийти с новой идеей, с новым проектом. Мы не говорим нет. Но они будут участвовать в отборе ровно так же, наравне с теми, кто идет первый раз. То есть если мы увидим, что эта идея, она достойна, ее стоит разрабатывать, ее стоит развивать, она перспективная, то я думаю, что, да, есть такой вопрос. А если человек не выиграл конкурс и на следующий год приходит, ну, то есть вот обратная ситуация, то есть вы ему объясняете, может быть, ну, какие-то… То есть человек, который, например, не победил, но имеет ли смысл вот приходить, если, скажем, человек сомневается, что он выиграет конкурс? Безусловно. Мы не только всегда даем вот так называемый фидбэк, то есть мы объясняем, что… И при возможности, конечно. То есть если человек пришел на собеседование, и он смотрит, когда он объясняет свою идею, он смотрит в глаза экспертом, и они ему конкретно говорят. Знаете, вот здесь я не уверена. Вот и даже идеи подкидывают, как… То есть это все происходит быстро, но мы вообще… Это один из наших принципов – давать фидбэк. То есть реальность, встать на ноги. Если что-то делать, делать это конкретно, без болтовни. Конечно, приходят люди и на следующий год, и обрабатывают свою идею там несколько лет, да. А у меня такой, ну, денежный вопрос. Вот в вашем объявлении, да, о конкурсе, там значится, что победитель получит в виде поддержки тысячу евро, правильно? Да, в этом году, это первый год, когда у нас есть приз для… А, обычно его и нет. Нет. Просто я сначала хотел сказать, что тысяча на самом деле для бизнеса, это ведь… Ну, конечно. Конечно, они очень… То есть это для рядового жителя понятно, что это большие деньги, а для бизнеса это, может быть, и не так много. Ну, поэтому мы во всех… Тем не менее, на дороге не валяется. Нет, безусловно, на дороге 2 евро не валяется. Для Атоса это слишком много, для графа Делефон это слишком много. Естественно, поэтому мы в каждом пресс-релизе подчеркивали, что это приз проекту с лучшей презентацией на момент выпуска. Мы понимаем, что это, конечно, небольшие деньги, но это вообще первый год, когда у нас нашелся спонсор, это посольство Америки в Латвии, они, значит, дали эти деньги. Мы в этом смысле, мы вот зависим от спонсора. А до этого только знания и… Только знания, да. Какой-то сертификат. Да, да. Но представьте себе, что такое для людей из социальной сферы или для людей вот с идеями, с проектами, что такое эти знания. Мы проходим в акселераторе 4 модуля от определения продукта. То есть вообще от дефиниции твоей услуги и продукта, а это самое проблемное. Вначале назвать свой продукт или услугу так четко, чтобы любой твой потенциальный клиент сразу понял, что ты предлагаешь. До разработки маркетингового плана и плана продажи, до реального бизнес-плана, до презентационных навыков. Мы между собой называем наш курс MBA, это магистр бизнес-администрации за 4 дня. У нас не 4 дня, у нас чуть больше, но на самом деле программа очень насыщенная. И мы очень довольны, потому что вот последние 3 года мы реализовывали именно программу свою, авторскую. И она, ну мы видим как бы фидбэк от наших участников, мы видим, что получается, и мы очень довольны. Программа у нас очень сильная на самом деле. Ольга хотела рассказать, как она без тысячи евро смогла сходить. Нет, я хотела сказать, что на проекте организуют встречи с инвесторами, то есть приходят прямо вот люди в пиджаках и смотрят на твою презентацию. Более того, на курсе нас учили именно делать короткие презентации, пить интервью, все вот эти вот, то есть такие вещи, которые сейчас в современном мире приняты, да, ты там находишься на своей лужайке и не знаешь. То есть это смотр невест, условно говоря, получается, да? Да, да, ну так идею надо продать, чтобы она функционировала, где-то деньги взять нужно, вот. И вот этому обучали, я не могу сказать, что я прямо сразу это использовала, но то, что мне это, ну, дало какой-то ориентир и какие-то понятия, это, да, помогает. Потом на выпуске у вас, да, по-моему, тоже всегда есть возможность встретиться с инвесторами, то есть если тысячу евро сразу не получишь, то, может быть, хотя бы связями обзаведешься. Да, я вот имею в виду, что много ли инвесторов приходит, то есть хватает ли на всех, ну, то есть вот… Вы знаете, инвесторы по-разному каждый год, потому что ровно так же, как и со спонсорами, мы приглашаем. Мы вообще свою деятельность основываем на понятии, что должно быть очень четкое общение, бурное общение внутри вот этого комьюнити. Мы приглашаем каждый год менторов. Вообще, если бы не менторы, это люди, которые у нас работают, но бесплатно. То есть люди, которые выделяют свое время для того, чтобы посоветовать, проконсультировать, проверить эти бизнес-планы, они это делают совершенно бесплатно. Это действующие бизнесмены, мы приглашаем только людей, у которых есть какие-то доказуемые успехи в бизнесе, да, то есть, опять же, реальные люди, не то, что сейчас модно, да, так называемые эксперты, которые красиво говорят речь. Нет, у нас все люди, которых мы приглашаем в акселератор и преподавать, и быть наставниками, менторами, они все реально практикующие предприниматели, они знают, о чем говорят. Приглашаем на какие-то более теоретические темы, приглашаем преподавателей, приглашаем представителей министерств. То есть мы за сотрудничество между всеми секторами, считаем, для успешного предприятия, и особенно для молодого предпринимателя, для его успеха абсолютно важно чувствовать себя частью сообщества. Потому что, ну что такое бизнес? Это в первую очередь общение между людьми. У тебя должны быть связи, у тебя должно быть понимание, как свой продукт продать, он вообще нужен твой продукт или нет, он достаточно откалиброван для твоих потенциальных клиентов или нет. Это все очень важно. И тоже надо понимать, вот для социального предпринимателя, вот все, что я рассказываю, это только половина бизнеса, да? То есть это вот эта бизнес-составляющая. А есть еще социальная составляющая, та социальная проблема, которую он решает, ему еще и там надо все откалибровать, да? То есть, в принципе, социальное предпринимательство, это очень сложная вещь. И поддержка нужна. Ольга, все это вышло достаточно просто? Вот каким важно на вас вышло или вы сами на них вышли? Нет, в данном случае они вышли на меня. Вот. Я искала, я искала издательство, я собрала контакты, но этим надо заниматься, надо ходить, показывать. Опять-таки, готовый продукт, между прочим. А какой это был продукт? Вот в чем была идея? Вообще идея была очень интересна. Когда я шла на проект Акселератора, у меня была идея такая. Ну вот наши русскоязычные дети, они все равно смотрят этот Ютуб, там все эти планшеты, телефоны целыми там часами, мультики и все прочее. Я подумала, почему бы не сделать видеоканал с латышским языком? Вот именно обучающий, не просто там мультик какой-то на латышском, а именно обучающий латышскому. То есть какие-то персонажи, надо обязательно девочку и мальчика, потому что рота женский, мужской, да, может немножко анимации, ну, чтобы какая-то грамматика там вылетела, появилась. Ну да, потому что они же сидят, хватает всякого обучающего материала в Ютубе. Вот, а на латышском нет. Неинтересно. И вот вот эта сама идея, чтобы вот для русскоязычных детей именно латышский язык на видео, да, я с ним попала. И дальше произошло интересное, то есть в ходе программы стало понятно, что это никогда в жизни не окупится. А как ты будешь это монетизировать? То есть меня заставили посмотреть, сколько вообще русскоязычных населения в Латвии, сколько из них детей, сколько из них вообще потенциально может хоть что-то там как-то оплатить, потому что... Были какие-то сюрпризы для вас? Допустим, да. Ну, я думаю, что сейчас... Нет, ну вы можете рассказать, почему. Если сюрпризы какие-то были. Ну, что да, русскоязычных достаточно много. Много? Достаточно много. Это официальные данные на статистике, это все можно посмотреть. Нет, безусловно. Да, потом, значит, я выяснила, какие есть ресурсы на латышском языке для детей, вот эти все мультики, и все тоже, их оказалось не очень много. И визуальная картинка, ну, как бы, составляет задуматься. Вот, такой качественного материала не так много, но, опять-таки, покупательской способности никакой нет. И там, мне сразу спросили, как ты будешь его монетизировать? Ну, действительно, надо же актерам заплатить, там монтаж сделать. Аниматоры, мультипликаторные. Да, вот это все. То есть, это реально, то есть, меня заставили все почитать, и оказалось, это все, ну, убыточно и надолго. Я говорю, я буду делать приложение, и там вот ты вот и скачиваешь, и там какая-нибудь грамматика летает. Но сделать приложение стоит, ну, в районе тысячи евро. Вот. То есть, вот, и вот я даже помню, вот конкретно Маша со мной стояла и говорит, а как, вот реклама на Ютубе, сколько нужно просмотров, чтобы Ютуб тебе заплатил за рекламу. То есть, прям все конкретно, вот, то есть, мои красивые облака-лужайки, вот это. И в итоге что? А реальность разбилась. В итоге, прямо в рамках этого проекта моя идея трансформировалась. То есть, идея-то осталась, но она трансформировалась, ну, в другой вид. В конечном итоге мы сделали печатное пособие. Печатное пособие, причем, да, но с карточками. То есть, я вот сделала с карточками это пособие. Книжечка будет вот выходить, там вырезаешь карточки, они прямо туда вклеены, спечатаны. Она верстается, то есть, уже все, она готова, подписана только что. Она в районе еще рукописи называется. А печатное вышло, извините, дешевле, да? Ну, значительно, конечно. Ее понятно, как распространять. И понятно, как монетизировать. Да, да, ее вырезать. И она по цене, как бы, книжечки, а не по цене игры, да, которая же там нарезана с вырубками. И там написано, как в нее играть, самое главное. То есть, вот возьмите, возьми карточку, положи, скажи. Возьми карточку, положи, скажи. Собери все карточки, скажи. То есть, язык-то практикуется, обучается в речи. То есть, нужно говорить, чтобы, ну, знать язык, прежде всего. И вот эта идея, вот она материализовалась вот сюда, и в Звагзен выпускает. Это, в принципе, запланирована серия этих книг, вот готовые. И они пойдут в детские сады. Да, да, ну, потому и Звагзен, да. Там я им и продалась, потому что понятно, что у них рынок какой-то хороший. А моя идея была как раз, чтобы наших детей обучали на красивых, качественных материалах. Ну, а вы, вот в чем заключается ключ? То есть, ваше вот это вот пособие, оно предназначено для русских, я так понимаю, не только в силу того, что оно на русском языке, а в силу того, что вы как бы использовали какую-то связь, ну, как лингвист, я имею в виду, между языками. Вот в чем этот ключ заключается, в чем, как вы можете сказать, вот революция вашего пособия в данном случае? Я использовала два принципа. Принципы преподавания латышского как иностранного. То, что здесь в Латвии не практикуется, он преподается как второй. Ну, то есть, предполагается, что дети находятся в среде. То есть, изначально программы... Самое существенное отличие. Ну, то, что надо учить словам, потому что дети не знают слов. И надо показывать разницу в грамматике, потому что языки очень близкие, и есть вещи, которые одинаковые, а есть вещи, которые немножко отличаются. Вот эти немножко, это основная проблема. Например, любой русскоязычный ребенок, который, ну, не в среде, не билинговальный, вот в своей семье, он вам скажет, как будет мой манс, как будет мячик, бумба, как будет мой мячик. Манс, бумба. Любой ребенок скажет. Моя птичка, мана птичка. Можно ли использовать не только русским, вот вашу интересную... Логопедическим детям можно использовать. Я хочу еще идею логопедам, ассоциации логопедов это показать, потому что там, в принципе, вот преподавание иностранного, и второй принцип – это игровая логопедия. То есть, возьми карточку, скажи, прилепи там, скажи. То есть, все время отработка каких-то вот грамматических конструкций, очень быстрое запоминание большого количества слов. И это, здесь реально у нас на занятиях запоминают, ну, не знаю, там, достаточно, несколько десятков слов на одном уроке. Вот, выходят они дома, просто повторить им надо, ничего учить не надо. Я просто к тому, что если, ну, в планах у нас там восполнять население, может быть, там, мигрантами, могут ли, предположим, вот, ну, не знаю, из Африки увидим, для них, наверное, конечно, снеговик будет экзотикой, ну, словно говоря, там, какие-нибудь беженцы, которых нам переселят, могут ли они использовать эти вот... Ну, вопрос, захотят ли, вот, ну, потенциально могут. Но я писала именно для русскоязычных, потому что, ну, мы знаем какие-то категории, да, вот, как вот род, например, и нам не надо объяснять, что это такое, единственное, что надо употреблять его правильно. Вот, то есть, я старалась сделать для... Ну, то есть, я хотел понять, вот, там... Универсально можно использовать. Те проблемы с обучением детей, о которых мы слышали, что вот многие не работали программы часто там, они заключаются именно вот в этом подходе, что вы сказали, иностранные, второй... Нет опоры на родной язык. То есть, в современных вот материалах, которые сейчас предлагаются, ну, учреждениями, скажем так, нашим детям, принципиально нет опоры на родной язык. Это специально делается для того, чтобы, во-первых, они могли эти книги продавать и использовать для диаспор латвийских, латышских, за других странах. То есть, они на латышском, они просто погружают в среду каким-то образом, да? Да, они именно латышский на латышском. Сейчас идет принцип основной, то есть, это один язык. Да, в английском тоже, кстати, так, да, открошь любой британский учебник, там сразу английский на английский, да. Да, но они не то, что... Английский немножко проще, там нет вот этих нюансов, нет склонений, нет сопряжений. Сейчас все два подержали. И всего. А здесь очень много вот этой грамматики, и она с русским пересекается. И вот эти сложности, где она вот близко касается, где совпадает, все прекрасно, там времени долго не надо тратить, но где она не касается... Например, определенное окончание прилагательных. Нашим детям вообще непонятно, что это такое, когда это употребляется. Или сложные времена, что это за зверь, зачем он нужен. Это уже как в английском, это сложные времена, сложная система времен. То есть, для нас очень сложно понять, а для латышских детей это легче понять, у них есть аналоги. Наденьте наушники, у нас звонок. Был звонок, перезвоните, пожалуйста. 612-12-93-9, 612-е, звонок опять. Надевайте. Снова надевайте. Доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. А вот хотелось бы услышать еще несколько реальных примеров. Отзвучите, пожалуйста, еще примеры. Каких примеров? Хотя бы поясните. Примеров воплощенных бизнес-идеи. Вот как раз вы просто предвосхитили мой вопрос, Мария. Вот какие еще были воплощенные бизнес-идеи? Воплощенные бизнес-идеи. Ну, я думаю, что в последнее время, может быть, кто-то видел в соцсетях, было несколько выходов, наша выпускница Байба Бломнеце с ее проектом Барбулета, тоже связанным с образованием. Байба – психолог, которая разработала методику для детей с трудностями обучения. Сейчас мы все знаем, очень часто ставится диагноз гиперактивность, например, или какие-то другие сложности. Суть проблемы в том, что ребенок сидеть, вот как мы привыкли, сидеть спокойно и учиться, как принято в школе, не может. Или для него это сложно. Но это не значит, что этот ребенок не может учиться вообще. Просто ему надо учиться в движении. И вот она придумала и методику, и гэджет для этой методики, с помощью которого ребенок одновременно может решать и интеллектуальные задачи, которые ему ставятся, и двигаться. И таким образом у него проблемы исчезают. Потому что, оказывается, он занят физически, он не нервничает, и он еще и решает задачи. Пишет диктант на беговой дорожке. Вы знаете, именно так. То есть мы часто говорим, что ребенок гиперактивный, а если ему позволить создать условия учиться на бегу, на ходу, окажется, что он очень умный, быстро все схватывает. Просто у него эта лишняя энергия уходит в какое-то дополнительное действие. Ну, в основе социального предпринимательства лежит решение социальных проблем каких-то, да? Да. И тут у меня такой вопрос. Страны разные, все-таки социальное предпринимательство в разных странах, а проблемы разные в разных странах. Вот у нас уже выкрестали, воздавалились какие-то... Стало ли понятно, какие у нас проблемы основные? Скажем, мне трудно говорить об основных. На самом деле, социальные проблемы, такие большие категории, они во многих странах универсальны. Ну, конечно. Интеграция людей, которые чем-то отличаются от нашего понимания нормальности, да, нехорошее слово, да, но, например, люди с ограниченными возможностями. Для того, чтобы их интегрировать в общество, чтобы они могли работать, учиться, не быть выгнанными куда-то там на окраину, да, нам нужно постараться как общество. Нам нужно создать там, ну, даже, грубо говоря, ну, вот эти пандусы элементарные, чтобы люди в инвалидных колясках могли изъезжать. А вот недавно кафе было открыто. Кафе было открыто. То есть для этого нужны дополнительные усилия. Основатели РБ Кафе, да, на Бруннеку, да, прекрасное, кстати, кафе. Мы как раз на день открытых дверей Нью-Дора заказывали у них еду для банкета. Очень просто вкусно все. Да, поясним, там работают люди с ограниченными возможностями. Да, да. Для того, чтобы организовать такое производство, где люди с ограниченными возможностями могут работать, надо постараться, надо интегрировать процессы, надо подумать, как сделать так, чтобы они то, что они умеют и могут, выполняли. А там, где они чего-то не могут, у них была, соответственно, поддержка или технологическая, или человеческая и так далее. Это просто не идет по накату, само собой разумеющееся. И мы, живя в таком темпе, думаем, что, а, тут надо постараться, а, все, откидываем. Не нужно ничего стараться. Оказывается, нет. Точно так же интеграция, например, наш выпускник Мартинч Круклес, интеграция бывших заключенных. Да, он был у нас в гостях. Да, это кажется, ну, одним людям кажется, а что вообще, зачем этим заниматься? Если посчитать, если подумать, сколько пользы могут принести люди, которые однажды сбились в пути. Реерс социализации. Да, если их вернуть в общество, они будут работать, они будут платить налоги, они будут, в конце концов, здоровыми членами общества, которые могут помогать другим. То есть, как эту ценность посчитать, да? А Мартинч тоже недор, ваш выпускник, да? Да, да, Мартинч пришел к нам, его проекту уже было 7 лет. Церковь Святого Луки, кажется, называется. Сейчас они называются группой Святого Луки. Там есть, безусловно, христианская составляющая, потому что Мартинч сам и капеллан для… Ну, кроме этого, он же, он дизайнер, он выпускник Латвийской академии художеств. И чем он занимался? Он разрабатывал дизайны и предлагал своим воспитанникам, как бы, занимал их тем, что они производили по этим дизайнам какую-то продукцию, и он их продавал, продавал эту продукцию. Пришел к нам с, как бы, вопросом, это надо тоже как-то монетизировать, я должен это как-то поставить на, не знаю, на поток, сделать какую-то организацию из этого четкую. Почему? Потому что все вот эти хорошие начинания, пока они в стадии социального проекта, они не могут обеспечить долгосрочность. Ну, сегодня ты есть, а завтра тебе деньги не выделили, тебе грант ты не получил, и все, закрывайся, потому что ты не можешь платить даже за свет. А дело-то хорошее. Вот социальное предпринимательство, оно и дает возможность людям, которые совершенно для себя определились, что они не хотят заниматься исключительно собой в своей жизни, они не хотят заниматься только, собственно, набивать собственный карман, хотя в нашей стране большинство, конечно, не набивает кармана, а просто пытается заплатить за свою жизнь и за жизнь своих детей. Но есть люди, которым этого мало, они считают, что они могут принести пользу и окружающим. И вот социальный бизнес – это формула социального бизнеса, когда есть и зарабатывание денег, и решение социальной проблемы. Оно дает возможность делать это долго. – Возвращаясь к моему вопросу, все-таки в Латвии специфических социальных проблем, они не были как-то определены или все-таки универсальные преобладают? – Одна из специфических проблем – это то, о чем мы говорили сегодня. Это та проблема, которую пытается своей деятельностью, старается решить Ольга. Например, когда я говорю с своими латышскими коллегами или выступаю перед латышской аудиторией, они, конечно, об этом не знают. Но то, что за 30 лет нашей независимости не разработаны эффективные методики преподавания латышского в русских школах – это, конечно, парадокс, и это очень грустно. И для всех русских родителей это ежедневная боль. Потому что, когда мой ребенок, начиная с первого класса, 4 раза в неделю, 4 урока в неделю, у него латышский язык на латышском, причем в большинстве школ это действительно урок на латышском, то есть там стараются не использовать русского языка, использовать полное погружение и так далее. Но он там ни к третьему, ни к четвертому, ни к пятому классу не говорит на латышском, это вызывает, конечно, чувство бессилия, что же это за язык такой, как же его выучить, если уже при методиках, ну методики-то есть, они просто почему-то не работают. И то, что Ольга взяла для себя вот эту целью, а я эту проблему решу, а я методист, я разработаю методику такую, которая не просто будет красиво выглядеть в книге, она еще и работать будет, и дети будут учиться, будут знать латышский. Вот это на самом деле самый такой прекрасный пример, самый хороший пример социального предпринимателя. Я вижу проблему, у меня есть решение, я его реализую. Для таких людей, что мы даем как акселератор, вот мы, все, что нам нужно делать, научить бизнес дисциплинам, объяснить, как составлять бизнес-план, на чем, как встать на ноги, как защититься, да, как быть самодостаточным в этом решении. Вот это то, что мы даем. Насколько, насколько вот в этом году вы ожидаете будет большой конкурс, и насколько, какие идеи, может быть, могут быть востребованы в каких областях? Может быть, уже можно что-то, ну, задавать, например, у запроса общества? Да, у нас был день открытых дверей, где мы рассказывали, мы каждый раз перед акселератором мы делаем день открытых дверей, мы приглашаем, ну, просто пообщаться, поделиться, чтобы люди не боялись, потому что все-таки у нас менталитет такой, мы немножечко держим дистанцию, волнуемся. Вот мы всегда приглашаем приходить, мы вам все расскажем. Но про идеи, наверное, сейчас говорить рано. Я думаю, что, ну, каждый год были какие-то проекты по интеграции людей с ограниченными возможностями, какие-то проекты эдукационные. Я даже... экологические проекты, да. Экологические, да, даже? Да, конечно. А в какой часах, наверное, больше станет после ГРЭТа? Знаете, дай бог, потому что вообще тут замечательная вещь происходит с социальным предпринимательством. С одной стороны, вообще предприниматель, по сути, это человек, который берет решение любой проблемы в свои руки. Он говорит, я не буду ждать, я буду предпринимать. То есть самостоятельный, ответственный человек. Социальный предприниматель, он берет ответственность еще не только за свое собственное выживание, выживание своей семьи, да, он берет ответственность еще и за других. Ребята, я и бизнес делаю, о себе позабочусь, я еще и о вас позабочусь. Как бы что... это замечательная, замечательная вообще порода людей. Но все-таки быть богатым и состоятельным социальным предпринимателем, это оксимирон, это неэтично? Нет, я вообще в последнее время... Это очень интересно, что вы задали этот вопрос. Я в последнее время нахожу себя в ситуации, когда мне нужно почему-то объяснять молодым людям или даже некоторым взрослым людям о том, что прибыль – это хорошо, и деньги – это не зло. Это такое немножко возвращение. Не знаю почему, но это такое ощущение, как было в начале 90-х. Все вышли из коммунистического рая, и тут надо зарабатывать деньги, и мы все боимся, потому что деньги – зло, деньги развращают. Не деньги развращают. Любой человек, который занимается религией, любой из религий, вам скажет, в каждой религиозной книге написано, развращается тот, кого что-то развращает изнутри, а все, что снаружи, оно снаружи, оно твой инструмент. Зарабатывай деньги, трать их на хорошие вещи, зарабатывай деньги этично. Есть масса примеров этичного поведения среди классических бизнесменов. То есть не надо думать, что социальные предприниматели – такие ангелы с небес, а вот обычные предприниматели – это какой-то черти. Вонг, Солл, Стрит. Послушайте, дам пример конкретный. Я знаю как минимум две компании, уверена, что их намного больше в Латвии, когда старые компании, которым по 30 лет, например, РД Альфа Электроникс, в котором работает Диана Лапкис, и, например, компания, в которой работает мой отец, это Атлас есть такой, логистическая компания. Пожилые бизнесмены, когда наступил кризис, вместо того, чтобы уволить сотрудников, отказать, ну, то есть, которые, многие из них в, ну, тоже в возрасте, да, потому что много лет в одной команде, они просто, они и себе тоже уменьшили зарплаты, они сделали все, чтобы сохранить команду. Разве это не социальная ответственность? Разве это не ощущение, что я для, моя компания, для многих людей, это источник вообще, ну, поддержки единственной. И такого мышления, этического бизнесмышления, очень много, и в Латвии тоже. То есть, не надо, не надо, там, вот этим черным-белым, да, вот бизнесмены, они черные, социальные, они прекрасные, ангельские и так далее. Вовсе нет. Предприниматель отличается от непредпринимателя тем, что он не ждет, пока ему государство решит проблему. Он предпринимает действие, чтобы ее решить. Социальный предприниматель, он старается своим действием уже решать социальные проблемы. Кстати, в связи с этим у меня и вопрос. Помогает ли вам государство? Потому что, по идее, ведь социальные предприниматели, вот, ну, то, что вы рассказываете, выполняют функцию, по большому счету, то, что должны были бы делать государственные чиновники. То есть, ну, вот они должны были бы решать. Я могу сказать, что на программе как раз нас обучали, что есть возможность обращаться к грантам. Вот, показывали сайты, показывали фонды, как их мониторить, каким образом писать заявки. То есть, в принципе, как обращаться за помощью государству, нас там обучили. Ну, плюс, я бы хотел подойти к этому, что в прошлом году закон был принят о социальном предпринимательстве. Да, в Латвии сейчас уникальная ситуация, потому что еще два с половиной года будет действовать закон, то есть закон будет действовать, не закон будет действовать, а программа поддержки социального предпринимательства. То есть закон, он действует, естественно, он написан, и он действует. До 2022 года. Да. Что такое программа поддержки социального предпринимательства? Это значит, что выделены деньги, и они лежат, ну так, по бытовому, лежат в государственной финансовой институции АЛТУМ, и компании, которые получили от Министерства благосостояния статус социального предпринимателя, СУ, могут обращаться в АЛТУМ, писать заявление, бизнес-план обязательно, и претендовать на грант, который, то есть это грант, это не нужно будет вернуть. То есть на эти деньги можно, ну это важно, потому что АЛТУМ выдает много кредитов, а тут вдруг АЛТУМ выдает именно грант. Но требования по получению этого гранта, они в принципе похожи, как требования по получению кредитов. То есть ты должен показать, что у тебя есть действительная бизнес-модель, то есть ты не просто возьмешь эти деньги, не знаю, подаришь малоимущим, и все. Нет, это должна быть бизнес-модель. А после 2022 года с финансированием что-то понятно уже? Ну, во-первых, социальное предпринимательство не подразумевает жизнь на гранты. То есть то, что сейчас есть такой проект со стороны государства, это фантастический бонус, и я думаю, что он прекрасно, вот он дал такой толчок развитию экосистемы вообще, вообще появлению этих соцпредприятий, чтобы люди заинтересовались. Но в принципе социальное предприятие должно рассчитывать на себя, на качество своего продукта, свои услуги и на качество структуры, которую строит предпринимательство. Я видел, что в ассоциации соцпредпринимательства, наверное, вы сотрудничаете с ними? Да, обязательно, конечно. Мы одни из учредителей ассоциации. Ну вот, они, как бы это сказать, видят картину так, что к 2022 году в Латвии будет около 200 социальных предприятий, и сейчас, я так понимаю, около 70. Вы знаете, вот тут такой есть нюанс. Если мы ориентируемся на дефиницию закона, и вот что по закону, в соответствии с законом, люди получили вот этот статус СУ, то ассоциация, конечно, называет правильные цифры. Но социальных предприятий больше. Дефакто. Дефакто. Не для всех из них выгодно брать этот статус соцпредприятия. То есть они уже существуют, и в том качестве, в том юридическом статусе, как Биадриба или как СИА, они вполне хорошо себе действуют. И они просто, ну, то есть они не попадут в этот список, но это не значит, что они не социальные предприятия. А, Ольга, скажите, вот тема вообще образования на русском и алтарском языке, тема горячая, она, наверное, горячая всегда в нашей стране все эти годы. Вы как-то учитывали, вы когда писали, несколько лет назад, да, это было, вы учитывали вот эти изменения, которые у нас происходят? Нет, это всё было до, до всех реформ. Ну и вот и насколько это влияет, и что вообще можно сказать, особенно это детских садов, сейчас вот заговорили даже больше о дошкольных, а не школьных учреждениях. Насколько, как вам кажется, и ваше, во-первых, пособие встраиваемо в новую программу, и вообще насколько адекватно новая, вот это реальность наша? Встраиваемо, да, потому что там, это не просто картинки красивые, да, вот мои книги, а методически выложенные упражнения, принципы какие-то, и вот это всё. Самое главное, мне хотелось написать пособие для родителей, потому что я сама родитель, у меня тоже ребёнок, и я приходила все эти годы к учителю латышского, и говорила, слушайте, ну вот, а я сама из Москвы, я в Латвию приехала, ну, как сказать, относительно недавно, вот, и говорю, вот мы сами приезжие, мы ничего не знаем, а? А вы язык выучили, получается? Ну, да, я понимаю всё, говорить мне практики мало, а понимать, я всё понимаю, да. Вот, и, ну, дайте какие-то пособия, дайте какие-то материалы, вот мы летом повторим, мы летом нагоним, ну, мало ли что, я ходила в агентство латышского языка, говорила, ну, послушайте, ну, вот, а мало ли ребёнок пропустил тему, ну, в садике или в школе, проболел, не понял, учителя у него не было в это время, ну, вот, дайте какой-то сборник дополнительных упражнений, какие-то тексты дополнительные, на английском же куча есть этих адаптированных текстов, упрощённых, которые ребёнок на раннем этапе обучения может прочитать, освоить, ну, каждый год был совет читать и сказки, вот, ну, надо сказать, что сказки – это самый сложный в лингвистическом плане материал, потому что по сусекам поскребла, по амбарам помела, историзм архаизм, и, соответственно, в латышском сказках та же самая лексика, да, и сюжет там тоже, как бы надо ещё понять, что происходит, поэтому, ну, это понятно, что не материал для изучения языка, но вот на ранних этапах, а ранний этап, он очень важный, он как раз формирует позицию твою по отношению к предмету, то есть у тебя, если получается, тебе нравится, а если тебе не получается никак, то у тебя начинается вот не хочу, не буду, зачем оно мне, может, и вообще не стоит, ну, вот я имею в виду чисто психологически, да, особенно у детей, вот, поэтому вот хотелось вот эти вот дополнительные пособия. Я в агентстве латышского языка спрашивала, почему нет перехода мы с 4-го в 5-й класс, вот какое-то на лето пособие, они мне сказали, мы не подумали, вот, я говорю, давайте допишем, вот сейчас в учебнике у вас есть какие-то дополнительные упражнения к ним, они сказали, сейчас не надо, у нас новый стандарт, мы пишем новые учебники. Да, пара минут у нас остается, вот у меня еще такой вопрос, социальные предприятия, они все-таки получают какие-то налоговые льготы, ну, какие-то все-таки бонусы, по закону они получают, а реально ли так, что в социальный бизнес могут прийти какие-то недобрые люди, мошенники, которые могут использовать этот статус и прикидываться социальным предприятиям, а в действительности просто выгоды иметь? То, что какие-то нехорошие люди куда-то придут и что-то сделают, ну, просто, конечно, конечно, такой шанс есть, да, но он, это слишком сложная работа, да, мы живем в то время, когда все становится известно очень-очень быстро благодаря интернету, и я не вижу тут, ну, никакой большой опасности, потому что, ну, что же, мы же понимаем, когда, ну, люди, мы же понимаем, когда продукт качественный, услуга качественная или некачественная, да, то, как организована сейчас выдача грантов вот со стороны государства, там все довольно четко, то есть там сидит много уровней людей, контроля, они действительно анализируют эти бизнес-планы, они действительно анализируют, есть комиссия при Министерстве благосостояния, которая состоит не из чиновников, а как раз из людей из сферы соцпредпринимательства, которые оценивают, действительно ли есть вот это социальное влияние, то есть меняет ли человек что-то, решает ли он реальную проблему, скажем так. Поэтому я думаю, что тут с этой точки зрения факторы риска, они небольшие. До 7 октября куда подавать? На сайте newdoor.lv, на любом из трех языков, заполните анкету, там есть такая кнопка, на русском это звучит «подавай заявку», то есть мы с восклицательным знаком максимально мы постарались разместить эти кнопки на каждой странице, если есть какие-то вопросы, что-то непонятно, можете писать на фейсбуке New Door, акселератор социального предпринимательства, мы всегда ответим очень быстро. Спасибо большое, Ольга Лезина и Мария Павилайта. Спасибо вам большое, занимайтесь социальным предпринимательством.